С праздником, братья и сестры! День Святой Троицы открывает нам время чтения молитвы Царю Небесной. Молитва, которую мы читаем круглый год, но во время Пасхи, в период с Пасхи до Троицы, эта молитва не читается. В сегодняшний день, День Святой Троицы, считается днем рождения Церкви. Днем, когда на апостолов сошел Дух Святой в виде огненных языков. И, собственно, вся религиозная жизнь называется у нас словом «духовность». У этого слова, конечно, есть значение светское, как, например, плоды культуры, музыки, философии, поэзии. Это все тоже духовность, то есть вещи, которые нематериальны на самом деле. Нематериальны и в каком-то смысле даже вечны. Но, когда мы говорим о христианской духовности, имеется в виду именно Дух Святой и благодать Духа Святаго. Оба понятия очень туманны. Что такое благодать? Благодать дается, есть благодать. Благодатный священник, неблагодатный священник. Благодатная церковь или благодатный дар, благодатный огонь. Мы очень часто говорим такими словами, но не всегда значение для нас достаточно четко проясняется. Что это вообще такое? По церковному учению благодать – это дар Святаго Духа. Опять непонятно. Мы сменили одну неизвестную, но на другую. А что такое дар Святаго Духа? А что такое Дух Святой? Вот икона этого праздника – это Троица. Три ипостаси – Отец, Сын и Дух Святой. Дух Святой – это не просто энергия, говорит Церковь. Дух Святой – это личность, личное бытие. Это Бог одной из лиц Святой Троицы. И вот у каждого из лиц Святой Троицы как бы свое служение. После того, как завершил свое служение Христос, вторая ипостаса Святой Троицы, Дух Святой созидает Церковь. И в Церкви дается возможность прирастать к Богу. Открывается возможность богообщения. Сейчас вот мы с вами причащались в Святых Христовых Таин. Это дар Святого Духа. Христос исцелил человека в самом себе, избавил человека от проклятия, греха и смерти. Но этот путь должен пройти каждый из нас, чтобы охристовиться или обожиться. И вот возможность обожиться дается именно в Духе Святом. Именно поэтому благодать, как церковное понятие или как церковное явление, или же святость, или же духовность – это вещи, которые есть только в Церкви. Мы, конечно, говорим, что духовный человек, например, некоторый композитор, он создает духовные продукты творчества, культуры. Но это другая духовность. Это духовность человеческая. Духовность от вдохновения, которое постигает человека, например, из-за влюбленности или утраты. Есть одаренность такая человеческая, прекрасная. Но когда мы в Церкви употребляем слово «духовность», имеется в виду совсем другое. Это дар Святаго Духа. То, что мы получаем от Духа Святаго, это не человеческая, а божественная энергия. И вот преподобный Серафим Саровский – духоносный старец, человек, на котором были дары не человеческие, а божественные, он говорил, что смысл жизни христианина – это стяжание Духа Святаго Божия, обожение, стяжание Духа Святаго Божия. То есть вступление в общение с теми энергиями, которые от Бога исходят, не от человека, не человеком сочиненные. Это невзволнованность крови. Когда мы слушаем музыку, и у нас слезы льются. У некоторых слезы льются от просмотра сериала. Или есть у нас фан-клуб передачи «Жди меня». Я звоню человеку, говорю, слушай, у меня такая новость. Говорит, подожди, позвони через час, я смотрю, жди меня и рыдаю. Но человек рыдает, но это же не говорит о том, что он получает дар Духа Святаго. Это совсем другое. Это совсем другое явление, другого порядка. Хотя мы говорим, что здесь есть тоже какая-то благодать, здесь есть какая-то взволнованность, но это совсем другое. То, что дается человеку от общения с Богом, это не человеческий, собственно, опыт, это не человеческий дар. Это дар Духа Святаго. Это то, что дается, то, что нельзя вытребовать у Бога. Господь или дал, или не дал. А как сделать так, чтобы приобщиться к этим дарам Святаго Духа? В молитве Царю Небесной есть секрет, краткая формула, в которой сказано все, там все написано. Дух Святой сокровище благих. Что значит сокровище благих? Благой, это в переводе со славянского на современный русский язык, это добрый. Добрый человек, добряк, добродушный, доброжелательный, привлекает к себе Духа Святаго Божия. Иногда даже привлекает к себе Духа Святаго Божия даже не церковный человек, но добрый, ответственный, добродушный. Он сам не знает, откуда у него вдруг появляются какие-то удивительные дары. А просто он добрый. И там, где доброта, там и Дух Святой почивает. И наоборот, где нету доброты, там не может быть Духа Святаго Божия. Мы говорим о том, что мы приобщаемся Духу Святому Божию в церкви. Но это не значит, что если вы вычитаете все акафисты, вымолите все службы, на исповеди все прямо грехи расскажете, тут же вам дается благодать Стагодуха. Одно условие очень важное. Дух Святой, сокровище благих. Если вы религиозный человек, но не добрый, если вы злитесь, осуждаете, мучаете своей религиозностью близких людей, если вы непорядочный человек, если вы работу свою, сферу своей ответственности не выполняете и тем самым подводите других, где же доброта ваша? Что такое доброта? Это сочувствие, это милосердие, это отзывчивость, это доброжелательность ко всякому человеку. Все прощения. Разве добрым можно назвать человека, который обиды накапливает? Вспомнил, а вон пошла. А, видишь? Вон в черном платке. Что она мне сделала? Она же мне, у меня туфли были лаковые. Такие две зарплаты собирал. Отдавила все. Понимаете? Оттоптала, выбросить только, не носить, людям показать. А когда это было? 35 лет назад. На этом месте. Вот она в черном платке пошла. Ух, попадись ты мне еще. Сидим, помним. 30 лет назад было, обиду нам нанес кто-то. Да даже если вчера нанесли обиду. Добрый человек не в состоянии удерживать в сердце своем зло. Потому что в добром сердце зло не держится. И память о зле не держится. Не держится там память о зле. Добрый человек быстро забывает все. Поэтому, если в нас обидчивость это есть, сердце значит злое еще. Надо над ним работать. Надо искать доброты. Потому что доброта только привлекает к нам дух стага Божия. Ход ты пройди всеми крестными ходами. Бетон святой воды выпей. Обложись мощами крестами. Зашей себе в рубашку артас и питайся еще землей с богородичной канавки. Не привлечет это к тебе дух стага Божия. Если нету в сердце доброты, потому что смотрит Господь на сердце на сердце смотрит Господь. У нас как часто бывает надо под икону подлезть, перецеловать все иконы так, чтобы краска с них слезла, ко всем мощам приложиться, у всех святынь побывать. А потом приходит батюшка ничего как-то не меняется в моей жизни. Да где же оно поменяется, когда нужно Бог ищет поклонение в духе. Я когда учился в семинарии, очень сложно было днем попасть к мощам Сергия Радонежского. Много людей было. Не будешь же стоять в очереди всякий раз, а идешь на занятия или занятия, а там уже не пробиться к мощам. Я просто подходил к стеночке храма, касался рукой и говорил Отче Сергия, моли Бога о мне. Доброе утро говорил и я знаю, что он слышал меня. Я не целовал его мощи, не было мне возможности тогда поцеловать их, но я знаю, что он на мое приветствие ответил, потому что не в этом все дело, не в том, чтобы все перецеловать, не в том, чтобы ко всем иконам и мощам приложиться, а смотрит Господь в сердце. И об этом нужно помнить, когда вы приходите на праздник или же приезжайте к святыне, толкучка, все куда-то бегут, а вот там видите, дают что-то, иконки раздают, здесь вот вытащили, понесли, кого-то затоптали, кто свалился, мне святой воды не хватило, Господь в сердце ваше увидел, ехали вы к Иоанну Кармянскому, увидел уже святой Иоанн Кармянский, что вы пришли, он вас заметил, даже если вы не поцелуете мощи, вы уже приложились к нему, он уже вас видит, потому что доброта в сердце живущая, вот что делает нас причастными Духу Божию, благодатный человек, это добрый человек, а где нету доброты, там и благодати нету, хоть ты выполняешь все правила, и так горько бывает, когда человек и постится, и молится, и все прямо выполняет, даже перевыполняет, уже надо с подозрения смотрит, а попы так не постятся, как я, нет, посмотрите на него, щеки круглые, румяные, но разве это постник, нет, неблагодатный батюшка, нет, другое дело я, да, вот я вот, нет, я никого не осуждаю, ну просто я же, я же честно, когда мне говорила знакомая, я же правду кажу, я же все правду кажу, ну что же ты так правду кажешь, что человек в слезах от тебя уходит, что же это за правда такая, когда тебя дети боятся, что же это за правда такая, когда тебе боится подойти на твоя мама, мало ли что ты сейчас ей скажешь, доброта делает нас причастными Духу Божию, поэтому, друзья мои, мы молимся сейчас этой молитвой, Царю Небесный, наша замечательная, святая молитва, с которой мы начинаем день, и с которой мы начинаем любое дело важное, наизусть, конечно, ее нужно знать, петь вместе, все вместе, и помнить, что в центре этой молитвы сокровище благих, только доброта делает нас причастными Духу Святому Божию. Аминь. С праздником!